Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы продолжаем серию подкастов, посвященных остеоартриту, хронической боли. И сегодня я с вами хочу поговорить об именных доказательствах для, наверное, одного из самых интересных и самых востребованных препаратов для лечения и превенциальной остеоартриты – это линейки препаратов ARTRA. И я начну с того, что мой отдел в Российском герметологическом научно-клиническом центре в соответствии с рекомендациями, предпочтительный элемент отчетности для систематических обзоров и мета-анализов PRISMA провели изучение, сделали такой систематический обзор, который касается именно препаратов ARTRA. В ходе поиска в российском интернет-ресурсе e-library, это медицинская профессиональная библиотека, по запросу ARTRA было найдено вообще более 30 статей, но вот 20 статей, посвященных исследованию эффективности препарата в составе комплексной терапии остеоартриты, неспецифической цервикологии, хронической боли в спине. Из отобранных публикаций критерием включения в наш обзор для лечения остеоартрита соответствовало 6 статей. Статьи, которые были вообще посвящены анализу эффективности терапии хондропротекторами, в данный обзор мы не включали, и были исключены исследования, которые не рассматривали клиническую эффективность применения препарата. То есть исследовали, например, уровень цитокинов на фоне применения, и не было оценки клиники. Анализ отобранных статей показал, что для оценки эффективности применения терапии комбинации хондротинсульфата с глюкозамин-гидрохлоридным препаратом ARTRA у пациентов с остеоартритом целесообразно использовать ваши. ВОМОК, так как это происходит во всех международных публикациях, они отражают интенсивность боли, скованность в суставе, а также степень нарушения физической и функциональной активности в пораженных суставах. Итак, нами включено 7 исследований, они представлены, здесь достаточно большое количество участников, больше из которых получали хондропротекторы. И нужно сказать, что оценка болевых ощущений по визуально-аналоговой шкале на фоне применяемой комбинированной терапии демонстрирует нам, что уже через 3 месяца применения мы видим достоверное снижение интенсивности боли. А на конечной точке в 6 месяцев исследования демонстрируют достоверное снижение интенсивности боли, причем это зачастую более чем на 50%. И я представляю вам вот два исследования, которые демонстрируют, во-первых, статистически достоверное отличие нивелирования боли, в отличие от группы контроля. Это более 50% порога снижения боли, что в соответствии с международными критериями считается хорошим анальгетическим эффектом проведенной терапии. Более того, этот же обзор демонстрирует нам, что снижается интенсивность боли в оценке по опроснику ВОМах. Большинство включенных исследований подтверждают достоверное отличие от группы контроля. И если мы рассматриваем это в процентах, то мы видим достаточно мощный процент снижения интенсивности боли, который практически в большинстве случаев переступает 50% порог. И я напоминаю, это критерий хорошей анальгетической эффективности препаратами Артера. Представлена динамика показателей функциональной недостаточностью по индексу ВОМах на фоне терапии препаратом Артера комбинации хондроэтинсульфата с глюкозамин гидрохлоридом. Мы видим, что практически во всех исследованиях проведена оценка. И мы как на точке 3, 4, 6 месяцев в большинстве случаев видим достоверный результат. И это означает, что мы действительно, назначая препарат Артера, добиваемся восстановления функции большинства пациентов. Более того, представленные исследования позволили проанализировать процент отказа от приема Артера. И мы видим, что в целом ряде исследований у нас от 40 до 90% пациентов сократили прием или отказались от приема нестероидных противоуспалительных препаратов. Поэтому по критерию снижения потребности в НПВП Артера также подтверждает эффективность в целом ряде проведенных клинических исследований. Таким образом, проведенный нами систематический обзор исследований эффективности препарата Артера у пациентов с остеоартритом демонстрирует, что на всех этапах контроля 3-4-6 месяцев отмечается уменьшение выраженности болевых ощущений как по шкале ВАШ, так и по индексу ВОМОК. Динамик уменьшения скованности по индексу ВОМОК была тем сильнее, чем длительнее проводился курс терапии препаратами Артера. Функциональная способность пациентов также имела положительную динамику в группах вмешательства во всех представленных исследованиях. Что бы я хотел сказать еще в дополнение? Именно препарат Артера был исследован у пациентов с хронической неспецифической болью в спине. И здесь исследование было наблюдательное на огромной выборке больных. Более 8 тысяч пациентов в неврологической практике включено в это исследование. И было продемонстрировано, что на протяжении 6 месяцев терапии от визита к визиту у пациентов существенно снижается интенсивность болевого синдрома и сокращается потребность нестероидных противовоспалительных препаратов. Я бы отметил еще одно исследование, которое проведено научной группой, в состав которой входила я, когда мы на протяжении года назначали препарат Артера пациентам с наличием соматической коморбидности. И помимо того, что мы в исследовании отметили отличный положительный результат в отношении нивелирования боли, но мы еще увидели сокращение обращения за медицинской помощью по любому поводу более чем на 40%, на 42%. А что это значит? Это значит, что у пациентов хорошо профилактируется обострение боли длительным приемом препарата Артера, и это приводит к уменьшению дестабилизации соматической патологии. Более того, мы отметили в нашем, мы проводили МРТ-контроле, мы отметили, что те пациенты, которые непрерывно на протяжении года получали препарат Артера, у них практически не произошло изменение объема хряща, в отличие от группы, которая по потребности получала только нестероидные противовоспалительные препараты и не медикаментозное лечение. Там мы отметили недостоверный, но тем не менее, потерю объема хряща в коленном суставе, в отличие от пациентов, которые получали Артера. Что я хотел сказать в сегодняшней нашей встрече? То, что препарат Артера имеет не просто международные доказательства эффективности и безопасности использования хондроитина, сульфата и глюкозамина, а имеет целый ряд собственных, очень мощных по статистическому объему исследований, которые подтверждают и эффективность, и безопасность, и целый ряд других опций, которые мы используем, в том числе при выборе терапии, принятии клинических решений в реальной клинической практике, коллеги. И это очень важно, чтобы мы с вами пользовались действительно теми препаратами, которые исследовали мы сами, исследовали наши коллеги. И я не обратил внимания, что в систематический обзор включены исследования, которые проведены в разных городах Российской Федерации. То есть это не только какие-то московские научные, высоко специализированные центры, это реальные кафедры, клиники, которые изучали эффективность этого препарата. Нужно отметить, что Артра была вообще одним из самых первых хондропротекторов, который пришел в нашу клиническую практику. Естественно, в 2000-х мы имели больше возможностей по проведению клинических исследований, и тогда мы накопили целый пакет доказательств эффективности именно этого препарата. И поэтому я могу сегодня с полной абсолютной уверенностью заявить, что Артра имеет именные доказательства. И поэтому мы сегодня вполне можем рассчитывать на тот клинический эффект, который заявлен в клинических исследованиях. Более того, коллеги, сегодняшние споры. А в какой дозировке? А достаточно ли одной таблетки Артра в виде поддерживающей терапии? Я могу заявить абсолютно точно. Да, достаточно. Потому что сегодня мы с вами делаем акцент. Доза, которая была подтверждена в крупных рандомизированных международных исследованиях 1200-1500 хондроэтин, глюкозамин. Это важно для купирования боли, когда пациент обращается с интенсивным болевым синдромом. А в соответствии с современными требованиями, современными рекомендациями, которые призывают нас к базисной терапии остеоартрита, не отказываться, не переходить на курсовое лечение хондроэтином и глюкозамином. Важна не вот эта большая доза, которую мы используем для купирования боли, а поддерживающая доза. Здесь совершенно достаточно одной-двух таблеток Артра для того, чтобы обеспечить должный базисный эффект терапии хондроэтином и глюкозамином именно самого остеоартрита. Тем более, что мы видим, что те исследования, которые подтверждают болезнь, модифицирующий эффект, здесь вообще не обсуждается дозировка хондроэтин и глюкозамин. Никто не заявляет о том, что здесь использовано 1200-1500. Здесь вообще представлены усредненные данные о том, что двухлетняя условно терапия, то есть длительная терапия, не курсовая, именно длительная терапия, приводит к замедлению прогрессирования остеоартрита. Именно это важно, именно на это я обращаю ваше внимание и призываю чаще использовать препараты с именными доказательствами. До новых встреч!